Серия игр Мафия всегда славилась тем, что автомобили в игре были проработаны на очень высоком уровне. Ремейк основной игры привнёс за собой не только изменения в сюжете, мире и так далее, но и изменения в физике, а также изменения в дополнительных миссиях. В оригинальной Мафии был такой персонаж, как Лука Бертоне. После главы Честная игра, он предлагал Томми время от времени заезжать к нему, чтобы угнать некоторые редкие автомобили. Ремейк следует традиции оригинала, поэтому и в нём Лука даёт нам такие задания. Правда, они немного изменены. После того, как ты знакомишься с Лукой в ремейке, ты можешь заехать к нему и взять с доски наводку на нахождение пяти редких автомобилей. По этим карточкам ты должен найти их местоположение. Ты можешь зайти к нему сразу после главы Честная игра, или же вообще найти все эти автомобили в режиме прогулки. Это зависит лишь от твоего желания. В зависимости от того, как далеко ты продвинулся по сюжету, ты можешь подобрать некоторые карточки, или вообще все из них. Эти карты дают вам приблизительное местоположение и подсказку о том, где найти машины. Но не волнуйтесь, потому что я сделал работу по поиску их для вас. Если у вас на доске не все открытки, то вероятнее всего вам стоит зайти к Луке позже по сюжету. Кстати, после нахождения всех авто нам дадут достижение лучший угонщик. Первый автомобиль Дизордер. Находится за городом. Подъезжайте вот на эту метку и заходите в гараж. И по сути все, автомобиль твой. Здесь ничего такого сложного. Автомобиль довольно необычный. Вероятно всего самодельный. И чувствуется, что его подвеска ведет себя иначе, если брать в сравнении с другими автомобилями. Ла Систре В-16 Аполлон наш следующий претендент на угон. Он находится здесь, в районе Бичхилл. Люди рядом с домом могут намекнуть и сказать фразу в плане «Соседи купили новую тачку». Это намек на то, что ты все делаешь правильно. В любом случае, фразу вы можете и не услышать. Заходите в гараж, но будьте осторожны. Хозяин авто копается в двигателе. И если заметит вас, то нападет с ножом на главного героя. Дальше просто забирайте себе данный автомобиль в коллекцию. Flame Spear, вероятно, самая быстрая тачка в игре. Данная штучка может достигать 280 км в час. И чтобы забрать ее, вам надо просто приехать вот сюда. И уехать. Все. Ничего лишнего. Самый быстрый автомобиль в игре уже ваш. Можно подметить, что авто явно долгое время стояло в гараже. Ибо оно успело покрыться ржавчиной. Чтобы получить манта-прототип, вам придется немного попродить по лабиринту. Пролезайте вот сюда. И дальше просто идите к гаражу. На видео все показано. Выбивайте дверь и вуаля. Машина Бэтмена из 30-х годов ваша. Выглядит она действительно очень стильно. Следующий автомобиль, вероятно, самый трудный из всех в получении. Во-первых, это было само по себе тяжело найти по открытке. Во-вторых, его странное местоположение. Подъезжаешь к этому повороту, прыгаешь на авто вниз. И доходишь до таких трех дверей. Тебе надо открыть правую. Разрушить ящики. И залезть к самому авто. Все, достижение получено. Но вот выйти из гаража не так просто. Справа от авто есть три рычага. Их надо включить в правильном порядке. Если ты сделаешь ошибку, то Томми ослепит светом. Правильный порядок. Центральный, левый, правый. На этом авто у Луки Бертоны заканчивается. Но в игре есть и другие секретные тачки. Если вам понравился данный видеоролик-гайд, давайте наберем 1000 лайков. И я сделаю ролик по поиску оставшихся секретных тачек в игре. Ну а с вами был Максим. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok